попыток силовых действий ничего из москвы там прислали какой-то факс от русского о том что он смещает собчика и назначает вице-мэра щербакова на его место у щербаков взял этот факс засунул все в стол никто этого факса значит он больше так и не увидел девяносто третий год это был год переломный для возможности как бы потому что есть он оказался в изоляции полной в стране и только силовики его поддержали но поддержавшие его сделали его заложником после этого он от них зависел больше никто его в стане не поддерживал отсюда их невероятный взлет их продвижение усиление их позиции когда произошел расстрел белого дома был расстрелян верховный совет и ельцину нужна была такая снова маленькая победоносная война и ему ну необходимо было уже зарекомендовать себя в качестве собирателя земель великой россии так как его коммунисты все обвиняли в том что он развалил ссср и как бы демонстрация тому что он начинает собирать земли был назначена первой жертвой это чечня и чеченский народ и чеченская республика и таким образом он начал первую войну это был девяносто четвертый год на носу выборы девяносто шестой год чеченская республика долго время была определенным местом я решались как политические так и экономические вопросы вот как шла не через грозинские заводы так она поступала за 2011 года несмотря там объявление в одностороннем порядке независимое все остальное и многие вопросы через чеченскую республику решились другими словами было на кого свалить и приватизация в стране началась вот и потом помните как демонизировали чеченцев все что плохое в россии я как военный знаю только народ почувствовать запах крови и убийства уже никого не остановишь ни военных ни гражданцев а у а а а а а И умирали с улыбкой. Им нужно памятник ставить, а их опорочит вот этот, как миротворец, депутат Ковалёв. Да ему плема некуда ставить. Плема некуда ставить. Это враг России, предатель России. Стори, Стори. Стори. Нормальный тон. Давайте мы поговорим один на один. Нет, один на один мы не поговорим. Здесь ближай, а лучше будет. Войну мы всё равно прекратим. В понедельник мы садимся за стол переговоров. То есть прости завтра, сегодня в субботу. Ельцин был искренним откровенно. В 91-м году популярность, популярнее Ельцина, никого не было. Ни на просторах Советского Союза, ни в Российской Федерации. Со мной согласитесь, да? Он эту популярность растерял в течение двух лет. Ну, ещё раз можно сказать, если бы сегодня или Путин, или я, или вы были в 92-м году президентами и пошли бы на отпускание цен, хотя я считаю, что некоторые вещи были делать по-другому, но Ельцин отпустил цены. И когда народ обнищал в течение полугода, ну, кто скажет, кому спасибо? Российский контроль говорит, что Ельцин на пусту! Что Ельцин на пусту! На выборах в Государственную Думу в декабре 95-го большинство голосов набрали коммунисты. Вероятность победы их лидера Геннадия Зюганова на предстоящих в июне 96-го выборах президента становилась абсолютно реальностью. Танторра встречался с молодёжью. Конечно, молодёжь у нас разная, но везде весёлая, задорная, талантливая, поскольку молодёжь, вы – это будущее России! Одновременно с выборами президента России в Петербурге проходили выборы главы городской администрации. Я думаю, что два человека – это Путин и Нарусова – они разделяют вину за поражение Собчака. Выигрыш Яковлева – это не только результат того, что успешно велась его компания. Это результат абсолютно бездарной кампании самого Собчака, потому что всё, что можно было провалить, они провалили. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть такой миф о том, что якобы после того, как Собчак проиграл выборы, Яковлев просил у Путина остаться, а тот с негодованием отказался. Сейчас всё это ерунда. Через два дня после того, как Яковлев вступил в должность губернатора, я по каким-то делам был в Смольне. Иду по коридору, встречают там Яковлева, Щербакова. И вот, когда мы стоим и сговариваем, подходит какой-то чиновник, мне неизвестный, говорит, Вадим Анатольевич, Вадим Анатольевич, значит, там Путин приехал, сидит в кабинете и ждёт, значит, что вы насчёт него решите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, если выражаться дословно, то придётся использовать чуть-чуть ненормативную лексику, потому что я навсегда запомнил, что сказал Вадим Анатольевич. Вадим Анатольевич погровел и сказал, чтобы завтра духа этого п***а тут не было. Так вот решалась судьба будущего президента. Более того, если этого не произошло, я думал, что президентом никогда бы не стал. Ну, кому было бы нужно, если его не забаливать, то в Москву, потому что Собчак бы выиграл бы выборы, остался бы Путин здесь, его зам, ну, так и сидел, может быть, до сих пор. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По-моему, этому способствовал Чубай. И сначала он сидел у Бородина, там, чем-то занимался, а потом его перевели на контрольное управление. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА